Здравствуйте! В современном информационном обществе, безусловно, учитель задумывается, как работать с современными детьми, которых мы называем детьми цифрового поколения. Экран телевизора, смартфона, ноутбука или компьютера ими лучше воспринимается, чем книга. Они у нас больше визуалы, больше реагируют на визуальную информацию. И когда появились компьютеры, а затем особенно проекторы и интерактивные доски, учитель интуитивно чувствовал полезность данных цифровых технологий и проводил тогда уже свои мультимедийные занятия и видел, что действительно можно увеличить эффективность занятия за счет сокращения информационных частей занятий, можно увеличить плотность урока, можно увеличить его темп. И в то же время мы видели ряд недостатков, которые были видны в оборудовании предыдущего поколения, которые связаны были с освещением, здоровьезбережением и многими другими проблемами. Цифровое оборудование нового поколения помогает вам решить данные проблемы, и среди них одно из первых мест занимает интерактивная панель. Вы можете использовать внутренние инструменты интерактивной панели, которые напоминают онлайн-доску, причем еще снабженную дополнительными инструментами. К примеру, ученики могут измерить какие-то параметры, углы, которые вы перед ними ставите, эти задачи. Вы можете с помощью встроенных шаблонов подготовить ряд интерактивных упражнений, и ученики могут выполнить их здесь. Ну, к примеру, по заполнению текста. И они могут, перетаскивая те или иные фрагменты, уже подготовить, выполнить данное задание. Более того, если у вас есть возможность подключить учеников с помощью смартфонов, планшетов, они могут зайти и выполнить данное задание, и в любом случае вы сможете увидеть правильность их выполнения. Есть целый ряд других интерактивных заданий, которые вы можете подготовить, и ученики могут их выполнить. И на любом этапе они могут проверить свои знания, или, допустим, насколько правильно, неправильно, они могут тут же это посмотреть. И все эти интерактивные шаблоны помогают вам выполнить различные варианты. И выполнение учеником самостоятельно, или все ученики коллективно выполняют, и тут же вы можете увидеть результаты. Вы можете использовать готовые обучающие программы, которые можете внедрить на интерактивную панель, и затем использовать. Ученики могут выйти к интерактивной панели, и в зависимости от правильности выполнения могут проверить свои знания. Вы можете в присущем для них темпе работать. Более того, вы можете постоянно контролировать учебный процесс. И если вы ведете занятия, вы не отвлекаетесь на подключение компьютера, на переключение на какие-то другие программы, вы постоянно следите за учебным процессом. Вы можете использовать эти шаблоны для всех возрастных категорий. К примеру, самые маленькие могут выйти к панели и выполнить задания. Тут же программа отреагирует на правильность или неправильность выполнения данных заданий. Безусловно, эти задания выполняются в игровой форме, ученики видят свой результат, который может выглядеть, к примеру, следующим образом. Вы можете подготовить интерактивное задание даже для нескольких учеников, и интерактивная панель быстро среагирует на это. Ну, к примеру, один ученик выполняет задания с одной ветки, другой с другой, и мы тут же можем отследить данные результаты. Более того, если ученик выполнил неправильно, мы тут же увидим этот неправильный результат, когда появляется информация об этом. Шаг за шагом ученики выполняют, и мы затем можем подвести общие итоги. Кроме обучающих больших программ, вы можете использовать отдельные симуляторы, которые позволяют ученику проводить какие-то виртуальные эксперименты, выполнять творческие задания. Ну, например, увидеть, как, меняя то или иное вещество, как оно ведет себя в воде, меняя его объем, меняя его массу, это, конечно же, совершенно другие подходы при выполнении учебных задач в том или ином предмете. Данная интерактивная панель оснащена целым рядом шаблонов, даже для программы PowerPoint, с которой привык работать преподаватель, но ряд более сложных конструкций, конечно, и он не справляется с ними. С помощью данного шаблона вы можете провести замечательную игру, фронтальную игру, своя игра. Вам необходимо только внести свои параметры, свои внести какие-то категории, вы можете устроить командные соревнования, дать название командам, более того, вы можете даже просчитывать очки каждой из команд. Сейчас мы с вами в этом убедимся. Итак, вот перед вами готовая интерактивная игра, которую вы можете провести как в классе, так и провести соревнования между классами. Вы назначаете согласно данной игре задание, ученики обсуждают, когда не обсудили, тут же мы можем выйти на уже правильный ответ. Обратите внимание, когда мы переходим уже снова на главный инструмент, на главную панель, тут же мы видим уже использованный вопрос, и мы можем присудить очко той команде, которая уже ответила правильно на данное задание. Мы переходим дальше, команда выбирает какой-то вопрос, мы видим уже данный вопрос, и тут же, когда они уже ответили, можем проверить, правильно или неправильно, они ответили на данное задание. И тут же, опять же, мы можем присвоить тот или иной балл той или иной команде. То есть в данном случае учитель избавлен от помощников, избавлен от того, что ему нужно где-то записывать. Тут же все результаты мы можем увидеть здесь прямо на экране. Помимо решений оффлайн, имеется уже ряд онлайн-конструкторов, в том числе и отечественных, с помощью которых вы можете готовить и онлайн-презентации, и интерактивные задания, и смешанные гибридные проекты с обратной связью. К примеру, вы можете провести онлайн-презентацию и тут же обеспечить обратную связь. Итак, вы начинаете эту работу и можете, к примеру, продемонстрировать ученикам штрих-код, с помощью которого они могут зайти и уже зарегистрироваться для выполнения своих заданий. Тут же вы увидите, что ваши ученики подключаются, и мы можем приступить к решению. То есть вы отмечаете их работу и подключаете их уже для того, чтобы они посмотрели на своих планшетах, на своих смартфонах, увидели и те слайды, которые вы демонстрируете, видео, и в том числе они могут выполнить эти задания. Вы тут же увидите, кто из учеников выполнил правильно, кто неправильно. Более того, когда вы закончите свою презентацию, вы сможете зайти в отчеты и увидеть конкретную работу каждого ученика персонально по каждому вопросу. Тут вы можете уже увидеть общие результаты. Задания различные и с вводом текстовой строки. Предыдущие вы видели другой вариант задания. Вы можете также увидеть, допустим, представить ученикам задание на соответствие, когда ученики заходят и могут выбрать пару из представленных вариантов. То есть возможны различные варианты, различные варианты заданий, которые могут выполнить ученики по ходу данной презентации. Когда заканчивается занятие, вы можете увидеть уже эти результаты учеников. Вы можете использовать уже готовые коллекции интерактивных уроков, которые размещены даже на отечественных платформах. Вы выбираете тот или иной учебный предмет, выбираете тему вашего занятия и можете даже выбрать затем тот режим, который вам необходим для выполнения, для работы. То есть в данном случае выполняете то, что подготовили ваши коллеги. Онлайн-конструкторы наших отечественных разработчиков ничуть не уступают и даже часто превосходят зарубежные аналоги. Как своей привлекательностью, так и внешним видом. И вы можете в этом убедиться, когда начнете уже создавать свои задания. Более того, на ряде сервисов уже имеется большая коллекция таких уроков, которые вы затем можете использовать, даже не создавая своих программ. То есть в данном случае вы только используете уже разработки своих коллег. И тогда вы сможете выполнить те или иные задания. Тут же ученики могут проверить. Вы можете сделать это удаленно. То есть ученики могут выполнить дома, могут выполнить в классе. И когда вы закончите, вы можете затем уже проверить знания учеников. Перед вами появится так называемая доска лидеров, где будут зафиксированы результаты каждого из учащихся. Как видим, интерактивная панель является неким универсальным инструментом, который гибко реагирует на наши запросы. Мы можем работать как с и встроенными инструментами. Мы можем использовать сторонние инструменты. Мы можем учитывать наши предметные особенности, возрастные особенности учащихся. Использовать данный инструмент эффективно как для проведения обычных занятий, так и для проведения онлайн-уроков в режиме дистанционном, когда мы вместо обычной меловой доски можем использовать интерактивную панель и провести такое онлайн-занятие гораздо продуктивнее, чем обычными средствами. Продолжение следует... Продолжение следует...